Здравствуйте! Сегодня у нас специальный выпуск политического ежедневника. В гостях нашей студии Сергей Данилов, это член рабочей группы ДНР, и Андрей Пушкин, это депутат Народного Совета ДНР. Сегодня мы поговорим о новой платежной единице в ДНР. Вот как раз член рабочей группы Сергей Данилов привез нам образцы и более детально расскажет, что это за платежная или расчетная единица. Здравствуйте! Ну сначала хотелось бы объяснить, для чего нужна эта расчетная единица. Потому что если не будет понимания, для чего вводится расчетный знак, то будет очень много домыслов, и каждый начнет выдумывать и придумывать, а что же на самом деле должно происходить. Мы все сейчас с вами являемся свидетелями кризиса, кризиса глобального. Это кризис управленческий, это кризис финансовый, это кризис в экономике, это кризис тот, который несет народам разрушение. Это и арабская весна, это вот сейчас и на Украине все эти события. То есть мы являемся свидетелями и проживаем как раз тот период, когда та система, которая сейчас подходит к своему завершению, и уходит, она будет уходить. И вот та основана система на принципах, основными из которых являются войны, организация кризисов умышленных, уничтожение Земли, уничтожение человечества. Вот как раз сейчас от этого человечества будет уходить, и мы будем приходить к новой парадигме развития, которую можно сформулировать так, что наша задача сохранить Землю как таковую, чтобы она была, сохранить человека как биологический вид. И избежать тех негативных процессов, которые зашиты в старую систему. Это войны и кризисы. Мы все же с вами знаем, что войны как раз продолжение политики. Вот для того, чтобы у нас политика и продолжение политики не было средствами с применением вооруженных сил в государстве. А мы с вами могли только, скажем, осуществлять взаимодействие и не сталкиваться друг с другом, а встречаться на идеологической почве. Поэтому рабочая группа, которая была создана постановлением Президиума Верховного Совета ДНР 24 октября этого года, приступили мы к работе 27 октября, это официально. А в общем мы работали с мая месяца. То есть мы изучали обстановку, что происходит в ДНР, что происходит с точки зрения геополитики, каким образом нам выйти из той кризисной ситуации, в которой находится сейчас республика. Поэтому, проанализировав это все, мы пришли к выводу, что вот здесь ДНР является как раз точкой соприкосновения геополитических сил. Это старая система, которая уходит, будем называть ее капиталистической, основанной на власти доллара. И новая система, которая только-только нарождается. И вот как раз на территории ДНР, в этой республике, на территории Новороссии, будет происходить зачатие того нового мира порядка, который придет на смену старой отживающей системе. То есть старая система, построенная на паразитизме, то есть паразитарность, это как раз функция этой системы. И в том числе и с помощью финансов. Новая система будет исключать эти вещи, то есть держава как таковая будет ориентирована на человека. В первую очередь на воспроизводство человека и обеспечение условий, при которых человек как сущность, как единица, будет духовно развиваться. Но при этом она, создав условия, никоим образом не будет влиять на процессы, которые будут происходить в самом человеке. Потому что неприкосновенность, будем говорить, и вера и исповедание, если мы сюда вторгаемся, в эту сферу. Вот все, что касается внутреннего мира человека, государство может только обеспечивать, но ни в коем случае не регулировать. Не вторгаться в эту интимную личностную сферу, при которой человек сам себя определяет. А куда ему идти? К Богу, либо к дьяволу? Он сам должен сделать выбор, а выбор этот всегда был священный. Право выбора всегда оставалось за человеком. И вот сейчас перед нами с такой стоит выбор. Куда мы пойдем? Либо к Богу, либо к дьяволу. То есть, либо мы будем следовать старой системе паразитической, либо мы, вспомнив о том, что у нас сотворили по образу и подобию, станем сотворцами. Вот именно с таких позиций рабочая группа и оценивала ту задачу, которую перед нами поставили. Как выходить из кризиса? Какие инструменты предложены рабочей комиссией? Для того, чтобы создать элементы вот этого нового миропорядка, нового отношения к человеку, нового отношения к планете, к природе, мы предлагаем уйти от паразитарной системы и создать самостоятельную финансовую систему ДНР и Новороссии как таковой. Для чего это нужно? Все мы знаем, что любая держава, она прежде всего определяется совокупностью неких признаков. Если какого-то из признаков нет, то мы о самостоятельности речи вести не можем. Поэтому расчетная единица, которая выступает и мерой стоимости, и мерой обмена, и мерой расчета, она в каждом государстве, в каждой державе присутствует. Поэтому, чтобы уйти от внешнего управления, от внешней зависимости, вот как раз и предложено создать самостоятельную систему. Несколько этапов будет для того, чтобы окончательно выйти на завершающий этап. Сразу скажем, что денег не будет. Но вначале мы с вами должны перейти от банковских, вот сейчас билетов, если мы берем, скажем, рублей России, от банкнот, если мы берем, доллары Соединенных Штатов. То есть это что такое? Это долговые расписки. Вот фактически сейчас у нас рубль России, это дериватив. То есть это производная от доллара. То же самое и гривня. Поэтому вся система экономическая, вся система финансовая, как России, так и Украины современной, вот того осколка, который от нее остался, они как раз завязаны на эту систему, на паразитарную систему. Поэтому мы предлагаем выйти из-под этого управления внешнего и создать условия, при которых, создав свою денежную систему, эти расчетные, вот мы их пока назвали знаками, вот они будут себе представлять вот такие вот такая банкноты, это образец, 100 знаков, примерно это будет 400 долларов. То есть один знак примерно будет вот 4 долларам равен, либо доллар там примерно 30 копеек будет. Но все это будет определяться в момент перехода вот на эти системы. Да, это, скажем, всего на 6 месяцев, максимум на 9 месяцев. То есть это вот на момент перехода, для того, чтобы как можно спокойнее, без лишних издержек, перейти уже на деньги, как таковые. И вот создание денег, это будет уже второй этап. То есть мы должны уйти от банковских расписок, те, которые есть. Сейчас денег нет уже, все об этом знают, уже 300 лет денег не существует, с тех пор, когда деньгам было придано несвойственным функцией накопления. Вот мы говорим, что вот эти расчетные знаки, у них такой функции накопления не будет. Это будет самый ликвидный, но самый скоропортищийся товар, от которого все будут стремиться избавиться. И вот он как раз и обеспечит гораздо больший оборот товар-деньги-товар, для того, чтобы ускорить экономическое развитие. Вот таких вот экспериментов, если не экспериментов, то даже практических, было очень много, это Шеймуратова, это мы и в Австрии знаем такие вещи, и Гезеля деньги, так называемые и прочие. То есть, вот самостоятельные деньги, так называемые. Так вот, наша задача создать систему и вернуться к деньгам, когда им функция накопления будет неприемлема. То есть, она будет просто отсутствовать. Они будут мерой стоимости, мерой обмена, мерой платежа, больше ничего. Вот участвовать в этих вещах. Но это уже, скажем так, будущее. А пока вот мы предлагаем ввести эти расчетные знаки для того, чтобы оживить. Что позволит введение этой системы решить в кратчайшие сроки. Сейчас уже для всех это не секрет. Вот январь месяц, наиболее интенсивно идет вымывание гривни. То есть, это делается намеренно. То есть, любой товар, завозимый в основном продукт, продукты, питание, с Украины, заходит и тут же вымывается гривня. И понятно, что НБУ, Национальный банк Украины, гривню наличную просто сюда не поставлять не будет. Потому что, ну, смысл какой, если они считают эти территории для себя временно потерянными. Поэтому, для того, чтобы компенсировать нехватку денежной массы и сбалансировать рынок, в первую очередь, потребительский рынок, чтобы он не рухнул. Вот как раз и возникла необходимость введения этих расчетных знаков. Они будут ходить параллельно с гривней некоторое время. То есть, мы планируем до 1 мая этот период. И уже после 1 мая запускать полностью эти расчетные знаки. А гривень из оборота, из наличного оборота будет изъято. В безналичном же обороте будет сразу применяться рубль ДНР, так называемый. Ну, чтобы было понимание, мы сразу говорим о рубле ДНР. Вот это просто представитель рубля ДНР в наличном обороте. Если мы с вами возьмем законодательство Украины за 91-й год, то, что Кравчук, допустим, подписывал, то представителем украинского карбованца в наличном обороте был купон. Мы все это еще помним вместе. То есть, на смену рублю Советского Союза был введен украинский карбованец, а представителем этого украинского карбованца в наличном обороте был купон. Схема та же самая. Поэтому мы говорим, что представителем рубля ДНР в наличном обороте будет как раз расчетный знак. Он так и называется расчетный знак Здесь, во-первых, зашита славянская символика Сами по себе банкноты, они очень интересны Вот мы возвращаемся к своей культуре Здесь и рунический ряд славянский Здесь и посолон, здесь и калаврат Здесь и вот стрелы наши, здесь и пшеница Здесь и символы старые, здесь икон И те же мчужины знаний, вот наследие предков Вот они расположены Георгий Победоносец Здесь и древний символ, в том числе он сейчас на ДНР Здесь и корона, и вот двуглавый орел Символизирующий женское и мужское начало В одной лапе он держит стрелы, но не обычные стрелы А наши, те, которые еще изначально были А в другой, как раз колосье пшеницы То есть в одной лапе это как элемент защиты Что ДНР или Новороссия имеет силы и средства защитить себя А в другой, что это все-таки должна быть процветающая земля Процветающая территория и люди счастливые и радостные Живущие на этой территории Вот, 9 степеней защиты у нее Есть, конечно, такие, у которых даже нет ни на долларе, ни на рубле Это вот, если в этой части мы посмотрим Вот в нижней То это специально компьютерной программой Создана такая матрица, которая специальными средствами Которые будут только в банках Будет определяться То есть вот этот номер серийный Сверяться Более того Подделать вот эти знаки можно будет Но они будут сразу выявляться Почему? Потому что каждый знак имеет свой индивидуальный номер И каждый человек, получив этот знак Он может через базу данных в Центральном республиканском банке ДНР, ЦРБ ДНР Проверить У него фальшивая купюра, либо нет То есть сделать запрос Эта база данных будет передана банку То есть приложив соответствующую такую матрицу Здесь высвечивается номер По этому номеру делается запрос через телефон Вот обычный Либо через интернет И смотрится Поэтому подделать можно будет только одну купюру Размножив ее Но она будет сразу выявляться Но потом в связи с тем, что это будет вводиться на полгода всего Смысла особенно большого там подделывать их Ну нет, никакого Вот есть здесь степень защиты Вот я специально принес микроскоп Можно будет, конечно, потом либо снять Вот, показать Потому что здесь разрешение 60 Обычным увеличительным стеклом не увидеть Но вот у нас есть полосы Это идет микротекст так называемый Вот здесь вот написано Аз Бога ведаю Бога ведая Глаголи добро Глаголи добро То есть есть жизнь Вот А с этой стороны Вот как раз матрица Это буквица старая Еще до Кирилла И Мефодия 7 на 7 так называемые 49 буквиц Чер Или множественное число Это чары Вот поэтому Сама по себе купюра Она очень интересна И Сурия То, что мы сейчас называем солнцем Вот И Алатырь Здесь мы можем найти И много вещей Которые присущи Как раз славянской культуре То есть это тот знак Который Наиболее Вот сейчас впишется В то, что есть Вот если кто-то не видел Скажем, российские рубли Вот я могу показать Вот Банк России Вот если вы посмотрите То здесь у нас герб Временного правительства Вот возьмете в интернете Зайдите Керенский Керенского банкнота И найдите 1917 года Вот это как раз орел С опущенными крыльями Без державы И без экипетра Он как раз Это герб Который был на купюрах Временного правительства Сейчас фактически Вот финансовая система России Точно так же Как финансовая система Украины Она находится Под тем же Временным правительством Которое пришло Сто лет назад То есть ничего не изменилось Проблема в том Что просто мы Не хотим это видеть Совершенно очевидные вещи Потому что Тяжело нам Зайти в интернет Посмотреть Что-то изучить То есть мы заняты чем Нас поставили условия При которых мы просто Выживаем То есть мы заняты Беготней Где-то добыть Какие-то деньги На пропитание И так далее Хорошо Смотрите Картинку мы увидели Как они выглядят Все это хорошо Что они созданы Что есть специальные Знаки Рунические Что они защищены И все подобное Степени защиты Но вот конкретные На данном этапе Конкретно Получен ли четкий ответ От Александра Захарченко О том Что да Мы вводим эти знаки Когда они будут вводиться И еще такой вопрос На данном этапе В ДНР Есть определенная задолженность Перед пенсионерами Перед Работа Перед рабочими Ну перед всеми Перед учителями Определенная Пусть у кого-то месяц Где-то два месяца Где-то три месяца Вот Сейчас эти люди Получат деньги Так называемые Расчетные купюры Эти Расчетные Расчетные знаки Расчетные знаки Да Совершенно верно А вот захотят они Куда-то выехать Каким образом Какими механизмами Они их обвиняют Где По какому курсу И Какие Вот эти механизмы Расскажите Что делать с этими Потому что Украинский народ Научен в 90-х Этими купонами У каждого сейчас В альбоме для марок Остались эти купоны Как память Как сувенир Вот И рубли еще советские Вот И то же самое Ждет я так понял Гривну И вот Не ждет ли это Эти же знаки Через те же 6 месяцев Кто-то отдай Их потратит Но если кроме чем На продукты Не на что будет тратить То они отложатся И осяду В карманы Людей Как Вот механизм Их Так сказать Если бы это была Золотая монета Она бы осталась Золотой Независимо от того Какой это год Эра Умонастроение В ломбарде Она бы была Золотой Чем подкреплена Бумага Это кроме Тех слов Которые вы сказали Ну давайте Все таки На первый вопрос Сначала ответ Получим Рабочая группа Ее задача Найти механизмы И предложить Способы И методы Методологии Предложить Выходы И создавшиеся Из кризиса То есть мы это сделали Мы отработали Вот И те инструменты Которые Нами предложены По нашему мнению Хотя скажем Это все опробировано И в научном Экспертном сообществе И Петербурга Скажем И Москвы Особых возражений Мы нашли Есть Скажем Мнение Касательно тактики Проведения Каких-то там мероприятий Но с точки зрения Стратегия Нет больших возражений Поэтому Все сошлись на том Что нужна Самостоятельная Финансовая система Иначе не выйти Вот Дальше Вот первый этап Работы рабочей группы В принципе Для того Для чего мы были созданы Он закончился А дальше Это будет уже просто Приниматься Политическое решение В том числе Вот и Народными избранниками Один из представителей Который здесь присутствует Поэтому Это вопрос В общем-то К ним А не к рабочей группе Мы свою часть Работы выполнили Мы отработали Вот я считаю Что То что мы подготовили Проект нормативных Проектах актов Они достаточно Для того Чтобы ввести эту систему Но нужно понимать Следующее Жизнь не так проста Как вот кажется Ввели вот этот расчетный знак И все проблемы решили Это только инструмент И он не самый главный Мы еще должны сказать о том Что Есть экономика Да В таком состоянии В котором сейчас она Находится Вот и что-то нужно делать С этим совсем Так вот Финансы Это только инструмент Это кровь Для того Чтобы заработала экономика Что мы предлагаем С точки зрения экономики Во-первых Воссоздать плановую систему Введения народного хозяйства Это первое Что необходимо сделать Поэтому предложено Создать Государственную корпорацию Развития ДНР Которая Возьмет на себя баланс Все государственные предприятия И все то Что вот сейчас Невыгодно Частнику Использовать То есть должно На себя взять государство Это элементы ЖКХ Это трубы Все порванные Ну если так вот говорить Да Если это касательно Медицины То в общем-то Вся медицина Это восстановление Скажем Государственных аптек Чтобы сейчас не было У нас в больницах Аптеки частные Да Где цены Вот такие А оптовый рынок Аптечный Держава должна взять На себя Обеспечить эти аптеки Как раз вот Лекарствами По доступным ценам При этом они должны Быть государственными Чтобы мы не искушали Врачей Чтобы эти врачи Да Не кормили с этих аптек Не направляли туда Больных и так далее То есть мы убираем Очень многие вещи Это вот элементы И воровства И коррупции Этими вещами Поэтому эта корпорация Для себя На себя должна взять Всю вот эту заботу Обо всем То есть что нужно сделать Нужно сделать ревизию Сделать аудит Всего того что осталось Всех активов Которые есть на территории ДНР Полностью посмотреть Если это активы брошены Значит их нужно взять на баланс Если они требуют Вложения каких-то ресурсов Фондов Значит их нужно отфондировать Нужно им дать ресурсы Какие-то Если они успешно работают Как некоторые предприятия Которые сейчас до сих пор Налоги платят Украине Да И пенсионный фонд пополняют Значит Посмотреть Либо там оперативное Либо каким образом Сотрудничать с этими предприятиями То есть здесь уже идут Хозяйственные отношения Но на паритетных На равных условиях Поэтому сам по себе знак Это только представитель В наличном обороте То что касательно задолженности По социальным обязательствам Мы поэтому и предлагаем Ввести эти расчетные знаки Чтобы погасить полностью задолженность По социальным обязательствам ДНР Чтобы не получилось так Что ДНР является правоприемником Какого-то другого государства А выполнить социальные обязательства Не может Вот Сколько вы сейчас гривни не ввозили Эти социальные обязательства Не будут погашены Вот А с помощью расчетных знаков Это задолженность будет Что компенсировано Не сразу Пусть там будет Раз на несколько месяцев Да Потому что если человек Пять месяцев не получал Заработную плату То не значит Что нужно прям выдать ему Единоразовую Эту сумму На этом все То есть это будет уже все Регулироваться Министерством финансов ДНР То есть они будут планировать Выплату Чтобы не получилось так Что человек взял Дальше Что делать с этими знаками То же самое что делают с рублями В России То же самое что делают С рублями в Беларуси То же делают с гривни Допустим Я выезжаю с Украины Вот я что делаю Гривни меняю на рубли То же самое здесь То есть эти знаки Центральный банк Новороссии Будет устанавливать курс Как регулятор Как регулятор По которому Эти знаки будут обмениваться На валюты На банкноты Других государств Допустим Куда хочет поехать То же самое Вот то что касательно И предпринимателей Частных так называемых Но корпорация Сама по себе Государственного развития Должна на себя взять Основную ношу Вот внешнеэкономической Деятельности Для того чтобы Испечить товаропотоки Более того Эту корпорацию Необходимо зарегистрировать На территории Таможенного союза Чтобы она была Субъектом хозяйствующим И с 1 января Уже вписалась Еврозес Сразу же Некоторые говорят Что это невозможно Сделать юридически ДНР Никем не признана Но нам же Будем так говорить Подсказывают Как это сделать И подсказки И идти на поверхности Да ДНР не признана Но есть республики Которые ее признали Допустим Южная Осетия И Абхазия Признали же Признали Поэтому Можем ли мы Зарегистрировать Юридическое лицо В Южной Осетии Как ДНР Можем Да Но Южная Осетия С другой стороны Она признана Россией Никто же не запретит Зарегистрировать Тому юридическому лицу На территории Российской Федерации Уже корпорацию Уголек Да Но она будет Хозяйствующим Субъектом Уже России И вот она Как раз Может быть И отфондирована И откредитована И тогда Блокада Так называемая Экономическая Она будет разорвана То есть Будут экономические рычаги Ворота Через которые Товары В первую очередь Народного потребления Чтобы не допустили Обвал потребительского рынка Должны будут насытить Внутренний рынок ДНР Чтобы не было страха Вот за какое-то Голодное Своё будущее Тем более В условиях зимы Мы знаем Что ничто так не деформирует Психику Как голод и холод Поэтому этих вещей Мы должны избежать Если скажем Согреть Ещё как-то здесь можно При наличии тех ресурсов Которые есть То вот накормить людей Это обязанность державы Мало того Обеспечивать выплаты По своим социальным обязательствам Без самостоятельной Этой единицы Выплатить это Будет невозможно Во-первых Гривню никто не даст А рубля нельзя ввести Почему? Очень просто Значит Тогда мировое общество Скажет России Что вы Оказываете помощь кому? Сепаратистам И прочим И прочим Так вот Недавно По телевидению Украины Это был канал ICTV Вот нашу рабочую группу Меня в том числе Назвали Главной угрозой Экономики Украины То есть они прекрасно понимают Что никакие танки Никакие штыки Не страшны Для Украины Для Украины страшен Вот этот расчётный знак Если он только будет введён То ДР как держава Состоится Она сможет собирать налоги В своей платёжной системе Вот И сможет быть самостоятельной А независимой от Украины Поэтому да Нашу группу считают Основной угрозой Экономики Украины Но почему Украина? Да потому что Мы какую ещё цель Ставим перед собой? Цель такую Что территория должна быть едина Почему мы должны Бросать наших братьев Единокровных Скажем там Во Львове В Воронье В Воронежской Той же области В Ровенской области То есть в чём вот Давайте так Мы создадим Привлекательную систему С точки зрения Экономики и финансов И идеологическую Такую систему Без паразитизма Без лихвы Без Скажем процентов Чтоб банковская система Работала Так как банкинг Работает исламский Вернёмся То есть к нашим истокам К русской культуре И скажем Что русский мир Никогда Не занимался Ростовщичеством Никогда Почему тогда Англоязычная цивилизация Может себе позволять Нахрабом Наваливаться Менять Переписывать Под себя законы А мы проявляем Такую Скрупулёзность Толерантность Такое Уважение Наших партнёров Которые нам стреляют Спину Почему мы идём Другим путём Мы разные Вот почему У нас знак Такой Вот здесь Орёл Двуглавый В том числе Он и на знаке То есть это Женское начало И мужское начало Вот англосаксонский мир Я их называю Наглосаксы Вот Они-то как раз И представляют Мужское начало Это эгоизм Это воля Это вот предательство Это качество Некоторое Которое проявляется Есть женское начало Вот так же Как славянская кореница Ян-Инь Славянин Ян-Инь Славящий Ян-Инь Это наш знак Не буддийский Так вот Россия Русь Вот русский мир Это женское начало Женскому начало Присущи другие качества Ни наглость Ни эгоизм Ни это А что Вот как раз Абсолютно правильно Мы поэтому говорим Что мы никогда Ни на кого не нападали Поэтому мы не собираемся Скажем там С оружием в руках Идти в тот же любов Мы просто говорим Что нашим братьям Давайте мы станем жить Без паразитов Вот они этого боятся Поэтому ДНР Просто в себя Как пылесос Она будет очень Интересна и привлекательна Она втянет Близлежащие области Сначала А потом В том числе И западные области Украины Потому что Те принципы Которые сейчас навязаны По которым Живут люди Они неприемлемы Для русского мира Они неприемлемы Для славянства Поэтому мы говорим Новый миропорядок Новые отношения Те которые Нас Развернут Вот совершенно Иную сторону И мир Политика Наконец-то Приобретет Человеческое лицо Не оскал звериный Который сейчас Нагло саксонский А человеческое лицо И вот эти вещи Можно решить Именно в ДНР В России Сейчас этого не лишишь Они находятся Вот как раз Под пятой Федеральной резервной системы Из которой Не могут вырваться Поэтому мы говорим Новороссия ДНР Может помочь Народам России Выскочить Из банковского Рабства Поэтому мы Предлагаем Взять на себя Ответственность Взять на себя Обязанность Такую Тягло Создать систему При которой И российскому народу И Казахстан И всем остальным На выходе Потом скажем Что наша Конечная цель Вот Сведение этих знаков Это создание Единой славянской державы В которую Шотландия войдет И Сербия войдет И все остальные И поляки войдут Потому что Вот та система Которая была Она уже в общем-то Всем надоела И все понимают Что дальше Так жить невозможно Либо мы землю уничтожаем И нас земля Просто стряхивает С себя Как надоедливых мух Либо мы поворачиваемся К природе лицом И начинаем жить В ладу с природой А в ладу с природой Мы только начинаем жить Когда Когда мы возвращаемся К нашим принципам Жизнеустроения Поэтому вот мы Предлагаем И народным избранникам В том числе Давайте пока еще Конституция не создана Все возвращаться На круги своя Тогда Сразу к вам встречный вопрос Андрей Евгеньевич Напомню Это депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Скажите Могли ли вы назвать Конкретные сроки Введения данной Расчетной единицы На территории ДНР И когда И где Ее начнут получать Уже люди Непосредственно Я думаю Это будет в следующем месяце В следующем месяце Нового года В январе Это скорее всего В январе будет То есть Уже Принято Конкретное Политическое решение Конкретное Политическое решение Еще не принято То есть Идут на данном этапе Идут переговоры Идут Общения Со всеми депутатами Консультации Да То есть Наша фракция Свободный Донбасс То есть На эту тему Очень много дебатов И как бы Но В любом случае Будет Какое-то решение По этому поводу Скажите Раз идут дебаты И я так понял Эта расчетная единица Выступает Как альтернатива То Какую другую Альтернативу Предлагают Ну Оппоненты Ваши В депутатских креслах Есть ли какая-то Альтернатива Не взять эту валюту А продолжать Там гривну Не Ну альтернатив Тут Много Скажем так Да Там Взять доллар Да Как-то на долларе жить Ну Это не то Вот Также предлагают Альтернативу Там Павел Губар Предлагал Альтернативу Привязаться К электроэнергии Вот Ну мне кажется Вот этот Самый оптимальный Вариант Пусть не Эта единица Пусть другая Там Если там Есть какие-то Еще другие Варианты Не вопрос Но Своя единица Должна быть В любом случае Расчетная единица Это Логический Логическое Завершение Государственности Еще Такой вопрос Скажите Ведет ли Современная ДНР Работу По Так сказать Не Дальшему Разграничению На западную И восточную Украину А по Так сказать Созиданию Народа Народа Не Правительства Не армии Понятно Что армии Зависят от Так сказать Главнокомандующего Вот И что Война Ведется Против Главнокомандующего Есть Ведется ли Работа О созидании Народа О том Что Все-таки У нас У всех Одни и те же Предки Может на этой Основе Может на Каких-то Других Принципах Какая Работа Ведется Да Мы все Братья Родичи Сородичи То есть Те Кто воюют С нами Они Такой же Крови Такого же Рода Такого же Цвета Кожи Как бы Для нас Тоже непонятна Это война По сути Да Когда Простые люди Убивают Друг друга Поэтому Буквально Недавно Было принято Такое Тоже Решение Вести Работу По Сближению Наших Ну Скажем Так Этого же Народа Да Только Поделившегося По Таким Признакам Русский Украинский Ну Как бы Все мы Одной крови И поэтому Так делить Нас Нельзя Поэтому Со Следующего месяца Будет активная Работа Вестись По Сближению Нас Как братьев Хорошо Отлично Сергей Скажите Можно к вам Вопрос Каждый рядовой Экономист Понимает Что Вывести С Донецкой Луганской И Крыма Гривну И Отдать ее В Киев Это вызовет Вообще Колоссальную Инфляцию В Киеве Потому что Денег станет Кратно больше Чем товара Есть в Украине На данном этапе И основным Производителем Товара Был ДНР Не является Ли это Мотивирующим Фактором Внедрения Вашей Расчетной Единицы А не Стабилизация Социальной Политики ДНР Введение Расчетного Знака Стабилизирует Не только Экономическую Систему И финансовую Систему ДНР Но и Стабилизирует Финансовую Систему Украины Объясняю Почему Допустим Если мы берем Современную Россию То денежная Масса Ее потребность От необходимости Составляет всего 35-38% Всего лишь Навсю Максимальный Процент Это был 40% То есть Там душится Экономика Она просто Задавливается Денежной Массы Не хватает Допустим Учетную Ставку Или Последний Сейчас Изобретение Центрального Банка России Ключевая Ставка 17% Сейчас С лишним Ставка Рефинансирования Ставка Скажем Резервирование Которое Стоит Много Ставок Много Всего Но в Любом Случай Голод Монетарный Он ощущается Как в России Так и В Украине Если Только Мы Сейчас Вот Та гривня Которая Ходит На территории ДНР И ЛНР Она Вернется В Украину То Экономика Украины Получит Недостающие Те проценты Хотя 100% Никогда Там Не будет Наполнения Монетарного Не ту задачу Перед собой Ставят на глаз Аксы Чтобы Поднять Экономику Украины Как таковую Их задача Вот сейчас Бороться До последнего Украинца Для того Чтобы Решить Задачи Выхода На границы России С тем Чтобы Войска НАТО Стояли Непосредственно На границе Российской Федерации Поэтому Там Война Ведется Не за Какое-то Счастье Будущее Украины Малоросов Или как Они себя Позиционируют А как раз Человеческий Материал Украины Используется Для решения Задач Геополитических То есть Люди Являются Заложниками В этой Большой Игре Которую Затеяли Укловоды Находящиеся Скажем Даже Не в Вашингтоне То есть Часть из них Сидит Мы знаем В Лондон Сити Часть из них В Швейцарии И вот Манипулируют Всеми этими Процессами Поэтому ДНР Только одна Из точек Приложения Но она Интересна Еще тем Что Вот сейчас Для того Чтобы Миру Земле И человечеству Выйти На новый Виток Развития Именно Развитие А не Регресса И упадка Потому что Сейчас руина Полная И кризис То о чем Мы говорили В общем-то Перед этим Поэтому Введение Этих знаков Оно Снимет Социальную Нагрузку В ДНР То есть Позволит Избежать Социального Коллапса И как Это не парадоксально Поможет Экономике Современной Украины Потому что Гривня Выведенная Из оборота Здесь ДНР ЛНР Она окажется Если она будет Только не изъята Национальным банком Украины Тут же И опять Экономика Украины Не будет посажена На голодный паек В связи с чем В связи с тем Что и эмиссия рубля И эмиссия гривня Они завязаны На доллар То есть Эмиссионного центра Не имеет Ни как Россия Точно так же Не имеет и Украина А мы говорим Давайте мы в ДНР Создадим свой Эмиссионный центр Независимый От Федеральной Резервной системы Независимый От рубля И Центрального Банка России Независимый От Национального Банка Украины И от гривни Более того Вместе с этим Эмиссионным центром Мы создаем Кредитный центр Который будет Кредитовать С нулевой Процентной ставкой Ноль То есть Кредита как такового Не будет Будет суда А те проекты Скажем Которые будут Иметь Утверждение Вот у народных Избранников Как государственные Программы Будут вообще Финансироваться С минусовым Процентом Вот тоже За счет этого Эмиссионного И кредитного центра Поэтому Многие вопросы Будут решаться Но нам нужно Прекрасно понимать Что Сам по себе знак Он не сделает Нашу жизнь счастливой Нам нужно будет Просто защитить рукава И начинать работать Только работать На новых условиях Хорошо Скажите Если этот знак Все таки примут Будем надеяться Его примут Все таки Сразу работа Это начнется И не только Ну Новороссия Современная Это же не только ДНР Но и ЛНР Вот Начнется ли там Та же самая работа Тоже в пунктах Начнут ли выдавать Подобные денежные Расчетные знаки Конечно Но кто-то должен Принять на себя Вот это политическое решение И взвалить на себя Вот эту обязанность Первым кто-то должен показать Вот я беседовал Со многими полевыми командирами Да Вот и по поводу Введения этих знаков Расчетных и прочего Вот основной тезис Я вам коротко говорю Да Я готов умереть С оружием в руках На поле боя Но вот Введение системы Страшновато То есть Умереть ему не страшно А вводить систему Свою финансовую Страшно Ну это вот уровень Скажем полевых командиров Поэтому на самом деле Вопрос очень непростой Вот Здесь нужно иметь Не только политическое мужество Но и понимать В общем-то А куда вообще Идет мир И системно мыслить В чем беда Вот сейчас Власти ДНР Я имею в виду С момента Провозглашения независимости Просто оказалось так Что Во власти ДНР Не оказалось человека Который разбирается В управлении Знаете что такое Вообще управление Как таковое И никто Вот еще За последние полгода Не принимал Грамотных управленческих решений Их просто не было В силу того Что люди безграмотны В управленческом Вот как раз Смысли Разрешите дополнить вопрос Там откроют Такой секрет Значит Пятого числа Наши депутаты Собираются ехать В ЛНР Тоже к депутатам Ну По обмену опытом Скажем так У нас опыта больше То есть поделиться Что мы сделали Как мы сделали Потому что в нашем народном совете По сравнению с ними Успехов больше Вот И так Также мы Ну Я планирую Да там Мы Донести Вот эту информацию По поводу денежных знаков Тоже поднять этот вопрос С представителями Депутатов От ЛНР Хорошо Спасибо А я хотел бы напомнить Что у нас в студии Сегодня были Сергей Данилов Председатель рабочей группы Донецкой Народной Республики И Андрей Член рабочей группы Член рабочей группы Хорошо И Андрей Пушкин Депутат Донецкой Народной Республики Ну Разрешите телевидению Уже ДНР Оставить тогда образец Этого расчетного знака Чтобы он у вас тут был Потому что со временем Это будет просто редкость Спасибо большое А я хотел бы вас От лица редакции Первого республиканского телеканала И ДНР Поздравить с наступающим Новым Годом Рождеством Пожелать чтобы все Запланированное И закодированное В этом символе Все таки сбылось Чтобы Так сказать Святая Русь Стала надорованной Богом путь Ни поврежденной Ни веры Ни традиций Ничего Ну и конечно же Чтобы война Это поскорее закончилась Спасибо До свидания До свидания До свидания Субтитры создавал DimaTorzok